Давайте используем массивы для решения задачи эртосфены. В решетое эртосфена записаны некоторые числа. Я ограничился диапазоном 40. Требуется найти все простые числа в этом диапазоне. В чем состоит идея? Берем первое число, двойку, и зачеркиваем все числа, кратные ему. Затем пробегаем по всему. У нас это будет массив. И отмечаем. Я на самом деле буду отмечать в единичкой. Начальное состояние будет ноликами, массив у меня будет заполнен. И соответствующие индексы я буду выставлять в единичку. Затем берем следующее число и зачеркиваем все числа для него. Я не могу и не буду перепроверять, зачеркнуто ли оно уже. Я просто буду выставлять единичку повторно. Это не будет ничего отменять. Но тем не менее, все кратные 3 зачеркиваем. Таким образом, у меня окажутся зачеркнуты все кратные 3. Сейчас маленькое усовершенствование будет. Все кратные 3 зачеркиваются. Естественно, что тут находится достаточно большое количество... Ой, прошу прощения. Через... Да... Так, 35 я не под... Нет, это зря. 35 я сейчас не должен был вычеркнуть. 36, 36 и 39. Вот еще зачеркивается из-за тройки. Затем, ничего страшного не будет, если я для четверки тоже пробегусь. Можно было бы и это скипнуть. Да, не делать, потому что, естественно, что все числа кратны 4, они уже кратны 2. Потому что оно уже составное. Да, но ничего страшного, если бы мы и пробежались. Потом для пятерки, соответственно, что 10, 15, 20, 25. Но вы можете заметить, что первые два зачеркивания, они как бы лишние. Первое реально новое число, с которого надо начинать, это 25. Вот первое зачеркнутое число реально из-за пятерки, это 25. Да, заметили. Сейчас давайте посмотрим, какое новое число зачеркнется из-за семерки. Первое число, которое зачеркнется из-за семерки. А уже нету тут такого числа, которое бы требовалось реально зачеркнуть новое. На самом деле, первое, которое нужно будет зачеркнуть из-за семерки, это 7,7, 49. А все числа, которые здесь остались на доске, это все уже простые числа. Это на самом деле не материал информатики, это материал школьной математики. Но простите за повторение, поскольку мне требуется этот алгоритм сейчас реализовать. И его невозможно реализовать без использования массива. Потому что мне требуется повторное, многократное обращение к одним и тем же ячейкам. Там стоит линичка, не стоит линичка. Это составное число или простое. Давайте напишем вместе эту программу. Я сделал заготовку, в которой я просто распечатываю массив размером 20. Ну вот, сейчас выводит мне 20 ноликов. Видите, да? Ничего особенного. Есть одна маленькая особенность. Вот этот 3D никакого отношения к 3D графике не имеет. Вот этот 3 это количество символов, в которые должно поместиться число. Естественно, что если это число окажется слишком большим, то оно просто не будет помещаться. Зачем я это сделал? В решете у меня будут храниться либо нолики, либо единички. То есть у меня флажковая будет информация. Простой или составной. Простое 0, составной 1. Но я сделал это для того, чтобы рядом с вот этими состояниями напечатать еще и номера. То есть и сделать это так, чтобы они помещались в ту же самую ширину. В три символа. В результате у меня будет такое вот красивое выравнивание для чисел. Видите, да? То есть я вижу в какой именно ячейке каково состояние моего решета. Между прочим, я вот сюда вписал дополнительно перевод каретки, который у меня... Ну и здесь тоже я в конце его сделаю, чтобы у меня красивенько это дело выглядело. Давайте еще раз оценим оформление того, как мы увидим наше решение. Получившееся решетое ротосфена. Теперь осталось при помощи циклов повозиться в этом решете и, собственно, организовать вот этот вот алгоритм. Начинаем с двойки. То есть наш алгоритм, он начинается с двоечки, int i равно 2. Далее что мы делаем? i меньше чем... А, кстати, вот докуда реально нам надо двигаться? Вы, наверное, заметили, что я на доске не стал продолжать этот алгоритм для семерки, для 11. Ну, для 11 я же мог тоже там 22 зачеркнуть. Но ведь я же понимаю, что я все равно не могу найти при помощи решетое ротосфена все вообще простые числа. Это их бесконечное количество. Поэтому я ограничиваюсь каким-то числом, границы диапазона есть. И в рамках этой границы диапазона до нее мне имеет смысл зачеркивать только те числа, которые еще не зачеркнуты. А первое зачеркиваемое для 11 будет 121. Понимаете? Мне даже уже семерка реально не требуется семерки в рамках 40 зачеркивать. Реально я могу как отслеживать верхнюю границу? Говорит, что i меньше чем корень из n. Но чтобы не пользоваться функцией корня, я использую просто i умноженное на i. То есть, i квадрат меньше, ну, на самом деле, либо равно n. То есть, на всякий случай надо это равенство пройти. И увеличиваем на единичку. Окей. Значит, что я делаю? Вот здесь вот. У меня вот здесь вот будет вложенный цикл for. То есть, мне нужно для каждого i пробежать по индексам в этом массиве и отметить единичками, начиная с какого? Ну, опять же, можно было бы с 2 умноженное на i. Но правильнее с i квадрата начинать бежать. Ну, запускаем. for int k равно с i квадрата. Соответственно, k у меня меньше n. Ой, простите, пожалуйста, а почему у меня же n не входит? У меня и, прошу прощения, недопустимое вот это вот n число, оно вне границ диапазона. Для него мы как раз не определяем. Так что все-таки нет. Здесь меньше n будет. Так. Значит, что еще? k меньше n. Но k мы будем увеличивать не на единичку. Каждый раз, когда я прыгаю, вот здесь я говорю, вот начиная с 2 квадрата, я каждый раз буду прыгать на 2. Для следующей большой итерации я буду прыгать на 3. Соответственно, у меня k плюс равно i. k плюс равно i. Ну, и что я буду делать? Я всего лишь буду в решете сив от k выставлять единичку. Я здесь не проверяю запуск вот этого цикла. Сейчас не проверяю, а, собственно, число составное или нет. Но, в принципе, я могу вот здесь вот добавить вот здесь вот условие, сказать, если у меня это число сив от i равно 0. То есть, если оно у меня простое, и только в этом случае начинать вот этот вот цикл форм. Это ускорит немножко мой алгоритм, но, учитывая, что я буду работать на вообще небольших масштабах, это, в принципе, не совсем обязательно. Ну, давайте оставим этот момент. В смысле, используем. И теперь посмотрим на работу всего алгоритма целиком. Итак, вот наше решето. Вот наше решето. Да, ну, 0, 1. Тут нельзя вообще разговаривать об их простоте. Они у меня просто вот простота, составность их. Да, а вот тут, посмотрите, да, у меня четверка составное, шестерка составное, восьмерка, девятка. Или, наоборот, можно те, где 0 посмотреть, да, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Мне, возможно, хотелось бы продолжить это решето дальше, тем более, что мы это автоматизировали, да, и сделать для какого-нибудь очень большого индекса, там, не знаю, ну, ладно, не очень большого, давайте до 100. До 100. Да, ну, в этом случае, вот эта форма распечатки, она мне уже неудобна. Потому что, вот тут все индексы подряд идут, да, тут состояние решето. И я понимаю, что вот эта форма распечатки, она для такого большого масштаба уже неудобна. Может быть, лучше просто запускать в этом случае распечатку похожим образом, но распечатывать, распечатывать число, число распечатывать, то есть вот это. Да, да. При этом я вот здесь вот еще и напишу, что это простые числа, да, prime numbers. Вот. А распечатывать я буду i только в том случае, если sieve от i у меня равен 0. Таким образом, у меня информация о том, число простое или составное, хранится в этом массиве бинарным образом, либо да, либо нет. Начинать я буду, естественно, от двойки. 0 или единичку я простыми числами считать отказываюсь. Да, начиная только от двойки, хранится разумная информация в этом массиве. Но само число в массиве не хранится. Число является индексом. Для индекса с заданным числом у меня там хранится да или нет. Поэтому обратите внимание, не всегда содержательная часть массива, она не всегда только внутри него. Местоположение этого, вот, этой информации, оно тоже играет большую роль. Итак, если sieve от i равен 0, в этом случае мы это число распечатываем. Вот у меня в результате получится список простых чисел отдельной строкой. Видите? То есть, вот это стало нечитаемым из-за размера решета. А вот это вполне разумная, интересная информация. Да, вот мы видим эти простые числа. Если вы их еще не знаете, никогда не учили, ну, может быть, учить их не обязательно, но вообще стоит знать простые числа в пределах хотя бы пяти листьев. Вот. Ну что же, на этом все. Переходите к следующему видео. Будем добавлять, удалять элементы в массив.